Здарова, пачаны! Недавно, буквально 5 минут назад, я пришёл домой и купил вот такую бадью, КФЦ, там и корочка, и всякая хуета. Почему я записываю это видео? Хочу вам просто сказать о своих воспоминаниях, Что я чувствовал, когда ел эти крылышки в детстве. Давным-давно, когда я в Самару приезжал, приехал, значит, захотелось пожрать. Зашли в Ростикс, тогда он не был таким популярным в 2000-е годы. Там в основном Макдональдс всегда рулил. Сейчас же Ростикс-то вы не увидите. Вроде бы как, везде заправляют киевси, потому что вроде как они акции скупили. Я же вам не какой-нибудь там бизнесмен. Мне это не нахуй не интересно. Мне интересно, что у меня происходит, а не то, что у этих мидеров, барыг. У них там свои дела, у меня свои дела. Поэтому, если я что-то не то говорю или правильно, то не пиздите. Лучше сами прочитайте, перед тем, как верить мне, да, потому что я могу быть неправ. Все люди неправы иногда. Любой человек, даже Иисус, когда писал всякую хуйню в Библии, он тоже был в некоторых случаях неправ. Месть там какая-то типа... Месть будет очень жестока. Наоборот, месть не должна быть жестокой, она должна быть хотя бы какой-нибудь такой лояльной, чтобы враг почувствовал твою любовь и сказал, ну, Господи Иисусе, зачем я тебя обидел-то? Вот, какой добрый человек, а я тебя обидел. Его сама совесть погубит этого человека, который нанес вверх, да, типу, а он хотел отомстить. И тот тоже думал, что будет мстить, но нихуя такого не было. Так что, почаны, когда я был в Самаре, сходили мы в Ростикс, купили пару крылышек, ножичек, вышло огромное количество денег и больше я туда не ходил. Сейчас же мне захотелось вспомнить те времена, и я сходил, купил, хочу сразу отметить, что персонал в общепитых очень приветливый, пиздец. Ты заходишь, там аж все сияет, даже в Японии почаны. Я подхожу, значит, к елке, ну, которая заказ непосредственно принимает, и говорила ей, нам огромную бадью, то есть мне огромную бадью. Она такая, а может вам кетчупа, может вам соуса. Только не говорите, что это навязчивое мнение, все дела, точнее, вот, навязчивые услуги, навязывают специально мне. Нет, они просто хотят сделать вам лучше, потому что... Есть сухомятку, согласитесь, это не окно, у меня же дома есть. Во! Так что я знаю, что нужно покупать, и я сказал, все, почаны, мне ничего не надо. Они мне готовы были на ханяву дать. Но я сказал, нет, и в коем случае, потому что из вашего кармана, в первую очередь, у вас так и так зарплата небольшая. Ах, страшно там все равно работать, потому что школьники, вот, допустим, вы работаете в этом общепитии. Я бы никогда не работал ни в Макдональдсе, ни в Ростиксе, ни в Ростиксе, он появился. Только по одной причине, потому что там нужно все время улыбаться, так же, как и продавцом-консультантом, да, продавец, который телефон предлагает, еще всякую хуйню. Нельзя грубить, а если какой-нибудь уебок тебе попадется? Нет, ни в коем случае, потому что есть книга жалоб, и не говорите, что ее не смотрят. Наоборот, ее как раз-таки не смотрят в уебанских заведениях, типа, начну с забегаловки, блядь, где... Как там, сука, скажите мне, забыл. Сам создатель магазина, короче, стоит у кассы, понимаете, вот. Не помню, продавец, блядь, как же называется, почему? Ну, у меня же память хуйоп. Еще плюс, то, что они вам предлагают соус и всякую хуйню, это для тех людей, у которых херовая память и не заказали, но хотели еще что-то заказать, но забыли, вылетело из головы. Вот у меня постоянно такая ебота, поэтому я пью таблетки. Герма... Гермопатин какой-то. Герма... Я их давно не пил, но... Ну, да ладно. Не считаю нужно пока. Хотя бы пить нужно перед тем, как выпивать таблетки, вы обязаны принять что-то в желудок, а у меня только... Раков и все. Я пока прекратил... Успокаивающе не надо, я никогда не пил и не пью, у меня все с нервами нормально. Ну, ладно. Вернемся к нашей теме. Работал ли я... Работал бы я в этой хуйне. Нет! Никогда! Нужно улыбаться. Всегда на позитиве. А если у тебя хуевая дочка, все равно. Даже с похмелья ты идешь на работу и должен... Улыбаться, улыбаться. Также там могут случаться конфликты. Ну, не такие, как на свадьбе. Ну, не часто. На свадьбах там нажираются, пизды дают. В барах тоже постоянно пиздилки какие-нибудь. А в клубах я вообще молчу про клубы. То есть там очень так... Жестоко иногда посетители поступают. Но вот в этих, в Макдональдсах, ну, кто-то может поссориться. Школьники там. У Никиты отобрали, блядь, там, хот-дог какой-нибудь, бургер большой. И он тут такой говорит, Паша, Паша, ты охуел, что ли? Ёпта, спиздил мой бургер. Я тебя не покупал, я тебе его купил. У меня денег больше нет. А Паша шиши, лидер среди этой толпы. Он должен высказать ему. И там начинается вся эта хуетень. Итог какой? Персонал подходит. Мальчишки, мальчишки, успокойтесь, успокойтесь. Я бы на месте персонала сразу бы сказал, вы питайтесь, да хуе, больше чтобы я вас тут не видел. Но! Сказав так, я на следующий день потерял работу. Так что, такие дела почины. Да, знаю, эта хуйня все вредна. И можете у меня посмотреть видео на ютюбе, на канале. Как я готовил корочку, ростик, не KFC, а там ростик было. Но я там сплошал. В каком смысле? Лопья вкусные добавил. А можно было в панировочных сукарях. Они и так в панировочных сукарях делаются. Но такие. Ну, приправы, там пиздец, рецепт. Рецепт, кстати, засекречен, если что. Им уже привозят смеси, добавления в упаковках. Чтобы не было никакого разглашения. Мало ли, там почан какой-нибудь казачок, блядь, с Макдональдса устроился в KFC. Оп, рецептик спиздил, да? И пошёл нахуй, отдал. И там конкуренция огромная, поэтому всё, почему? Никогда не работаю. Я бы никогда не работал. Даже когда нечего было бы жрать, я, наверное... Знаете что? Я работаю. Вот вы скажете, наверное, это что... Ты нихуя не работал. Ты нихуя не работаешь. Я работал, блядь, знаете, кем? Посмотрите у меня на канале, блядь. Так и называется. Виджелинка работал. Только название я уже... Ну, кем работал, говорю в видео в самом. Так что посмотрите и поймёте, кем я работал. Это ещё труднее работа. Там огромное разнообразие, я вам скажу, но и... Работа не для русских. ...биба квизмачатка.